Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что в разных уголках нашей необъятной России вы меня тем не менее хорошо слышите. Я приветствую вас и благодарю за то, что вы пришли на очередную встречу с нашим авторским коллективом. Сегодняшний разговор я хотел бы начать с одного приятно удивившего меня факта. Знакомясь с последними исследованиями и социологическим опросом, точнее, в целом, меня приятно удивил тот факт, что, отвечая на вопрос о значимости предметов, изучаемых в школе, родители предмет иностранный язык поставили на первое место по значимости для своих детей. Такого давно не случалось. Я проблемой мотивации к владению иностранным языком занимаюсь давно. Мне вспоминается исследование, которое мы проводили тогда по заданию НИИ школ и по просьбе Анатолия Петровича Старкова, который заведовал лабораторией в НИИ школ. И тогда родители и ученики относили наш с вами предмет на предпоследнее место по значимости. Ниже были только две дисциплины – МВП и физкультура. Стоит ли удивляться, что родители осознали значимость иностранного языка для государства, для общества, жизни современного человека? До последнего года эти условия изменились, изменился роль нашего предмета. И мы все понимаем, что издовеской интеллигентности иностранный язык превратился в реально востребованное средство. Но неприятно удивляет и другой факт, что он заключается в том, что многие ученики начальной школы теряют интерес после первого года обучения, а на выходе из началки интерес к иностранному языку и мотивацию к дальнейшему его изучению теряют от 45 до 50%. А многие, и что еще более тревожно, теряют не только интерес, но и веру в свои способности. И вот почему так происходит? Мне хотелось бы вместе с вами попробовать ответить на этот вопрос. И как же все-таки разрешить противоречие между желанием взрослых как можно скорее приобщить своих детей к изучению иностранного языка и отсутствием у наших школьников реальной потребности в использовании иностранного языка в этом возрасте? Поэтому давайте с вами ответим на этот вопрос. Что же нужно сделать для того, чтобы к концу первого года обучения или к окончанию начальной школы ученик пришел к двум важным для себя выводам? Оказывается, иностранный язык очень интересный предмет, и с его помощью я могу узнать много нового и полезного. И второе вывод – я способный и смогу овладеть иностранным языком. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы с вами уточним некоторые термины, которые придется использовать для того, чтобы мы лучше понимали друг друга. Ведь многие недоразумения, недопонимания происходят именно от того, о чем сказал еще Декарт. Определяйте значение слов, и вы избавитесь свет от половины его заблуждений. Я просто вам напомню, что мы будем понимать под мотивацией. Мотивация может рассматриваться как процесс и как системное явление. Вот если на мотивацию смотреть как на процесс, то тогда это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Вот так это определяет, это явление определяет профессор Вилюнс. А если смотреть на мотивацию как на систему побудительных сил, то мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов. Правда, есть еще и более широкое понимание, когда под мотивацией понимаются все побудительные силы. Это и мотивы, и стимулы, и желания, и потребности, и стремления и так далее. Но если мотивация есть система мотивов, то что есть мотив? Мотив, сущность этого термина, берет свое начало от латинского слова «moveo» – «dvigo». Значит, мотив – это то, что побуждает деятельность, так утверждает Википедия. А еще образнее мотив определил Алексей Николаевич Леонтьев, ученик нашего известного психолога Льва Семеновича Львовского, который разрабатывал теорию деятельности в советской психологии. Мотив – это мотор деятельности. И еще одно из определений мотив – мотив – это предмеченная потребность. А тогда возникает вопрос, что такое потребность. Потребность – это нужда в чем-либо, объективно необходимая для поддержания жизнедеятельности человеческой личности, социальных групп, общества в целом и так далее. Так утверждает энциклопедический словарь. Потребность – это то, что требуется для совершения или достижения чего-либо. Но если потребность – это иногда неосознанная нужда, то мотив – это как раз осознанная потребность, предмеченная потребность. А что такое коммуникативная потребность? Мы этот термин будем часто использовать. Это особый вид потребностей, побуждающих вступать в речевое общение с целью решения вербальных и невербальных задач. Вот мне хочется вступить в общение или, как говорят, встрять в разговор. И я в это время не задумываюсь о других мотивах, почему я вдруг хотел что-то сказать на иностранном языке на уроке. И тогда еще один термин. Что такое познавательный интерес? Интерес, я вам напомню, берет свое происхождение этот термин от латинского слова «interest» и означает «важно». Это реальная причина действия, ощущаемого у человека как особое важное. И интерес – это активное познавательное, эмоциональное познавательное отношение к миру. И интерес, если он есть, он всегда действенен. Поэтому говорят, и часто используют термин «мотивация» и «интерес» как синонимы. Вот у него нет интереса к иностранному языку. Это значит, что у него нет мотивации к изучению иностранного языка. Но в этом значении мы тоже, наверное, будем использовать эти два термина как два неполных синонима. И еще очень важно понять, что такое личностный смысл. Потому что одна из задач, которая стоит перед начальной школой – помочь ученику осознать личностный смысл изучения иностранного языка. Так вот, личностный смысл – это осознаваемая значимость для субъектов тех или иных явлений действительности, определяемая местом и ролью в жизнедеятельности субъекта их жизненного опыта. Это вот если верить словару терминов по общей социальной психологии. Но можно о личностном смысле сказать и чуть проще. Личностный смысл – это персональная ценность чего-либо или кого-либо, в нашем случае персональная ценность предмета иностранный язык, для данного человека как личности, в частности, для удовлетворения его наиболее важных актуальных потребностей. Вот если это соотносить на личностный смысл изучения нашего предмета младшими школьниками, то сразу приходит мысль, что иностранный язык – особую ценность для удовлетворения актуальных потребностей у младшего школьника, к сожалению, для нас не имеют. Иностранный язык – это общественное явление. Государству выгодно, чтобы его граждане владели иностранным языком, чтобы уровень иноязычной грамотности был достаточно высок. Сейчас вы знаете, что Россия по уровню иноязычной грамотности занимает 32-е место в мире. Несколько лет назад она занимала 34-ю. Некоторый прогресс налицо. И для того, чтобы вот эта общественная ценность и государственная ценность превратилась в личностную, нужна определенная работа. И вот перевести эту общественную ценность, без которой не может развиваться ни одно общество и ни одно государство, общественную ценность перевести в личную, должен учитель, который преподает этот иностранный язык. Потому что для семиклассников или восьмиклассников иностранный язык, к сожалению, ценность нереальная, а может быть перспективная. Он даже и будет понимать, что иностранный язык может быть потребуется ему для будущей учебы, получения профессии, дальнейшей жизни. Но это, так сказать, далекая мотивация. И личностный сын может начать формироваться. Но реально он начинает действовать, к сожалению, в старшей школе, когда ученик задумывается о выборе профессии, о дальнейшем получении образования, о дальнейшей жизни и начинает осознавать значимость иностранного языка. И вот тогда иностранный язык уже для него становится средством удовлетворения актуальных потребностей. Ему нужно сдать успешно единый государственный экзамен, получить хорошие баллы и так далее. С мотивацией на старшей ступени гораздо проще, сложнее на младшей ступени, где иностранный язык, или, вернее, потребности в знании иностранного языка у ребенка нет. Когда он выходит из урока, он попадает в неравного языка. Ну и несколько слов о видах учебной мотивации, о которых пойдет речь. Учебная мотивация – это просто особый вид мотивации, который побуждает осуществлять ученика учебную деятельность. Она может быть отрицательной, которая, отрицательная мотивация строится на отрицательных мотивах. Если я плохо выполню домашнее задание по английскому языку, меня накажут, или папа с мамой будут расстрелены и так далее. А вот положительное – основные положительных мотивы. Если я хорошо выполню домашнее задание по английскому языку, мне разрешат поиграть в компьютерные игры, а если я получу отличную отметку, за год меня могут взять с собой за границу и так далее. И, наконец, мотивация может быть внешней и может быть внутренней. Внешняя мотивация не связана с учебной деятельностью, а обусловлена внешними по отношению к ученику обстоятельствам. Внешними, а не проистекающими с самой деятельностью. А внутренняя мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а с содержанием учебной деятельности. Вот два приведенных выше мотива – это как раз яркий пример внешней, а не внутренней мотивации. Сейчас я хотел бы коротко остановиться на таблице, которую вы сейчас видите перед собой. Виды мотивации к изучению учебного предмета иностранный язык. Вот посмотрите. Мотивация, значит, бывает внешняя и внутренняя. И внутри внешней мотивации, внешней мотивации, там тоже есть разные виды. Это, во-первых, широкая социальная мотивация. Вот ученик может осознавать, что в нашем современном глобальном мире каждый образованный человек должен знать хотя бы иностранный язык. И вот я тоже пытаюсь им обладеть. Или родители хотят, чтобы я знал иностранный язык. Они следят за моими успехами, и я стараюсь их не расстраивать и так далее. Или изучаю иностранный язык, потому что он стоит в программе, а мне нужно успешно пройти аттестацию и так далее. Все важно относится к перспективной мотивации. Изучаю иностранный язык, потому что он может пригодиться для продолжения учебы, будущей профессии, дальнейшей жизни и так далее. Это, так сказать, для младшего школьника это далекая перспективная мотивация. Она хорошая. Никому такая мотивация не мешала, но в младшем школьном возрасте она порой осознаваема, но недействительна. Или еще сюда можно отнести престижную мотивацию. Хочу знать иностранный язык не хуже одноклассников. Внешняя, внутренняя мотивация. Сюда прежде всего нужно отнести познавательную мотивацию. На уроке иностранного языка я узнал много нового и интересного, поэтому мне на уроках всегда интересно. Или иностранный язык я убедился, это новое средство познания того, что по каким-то причинам я не смог или не могу узнать на родном языке. Или я могу использовать иностранный язык для удовлетворения моих неучебных интересов, хобби, любимых видов деятельности и так далее. И сюда же можно отнести такую мотивацию, как, например, мне нравится узнавать, как устроен язык. И чем система родного моего языка отличается от системы того языка, который я изучаю. Другой очень важный вид мотивации – это сцитативно-коммуникативная мотивация. Это тот вид мотивации, который побуждает ученика инициативно вступать в общение. То есть, на уроках иностранного языка мне интересно общаться с учителями, одноклассниками, обсуждать интересные проблемы, разыгрывать диалоги, решать коммуникативные задачи, участвовать в проектной деятельности и так далее. Очень важный вид мотивации – мотивация успешности или мотивация успеха. Когда ученик говорит, а мне легко дается иностранный язык, поэтому мне интересно, я могу справиться с любыми заданиями, и я верю, что я успешно владею иностранным языком и, может быть, не одним. Ну и, наконец, инструментальная мотивация возникает тогда, когда ученик имеет способности и знает, как наиболее рациональным способом выполнить то иное задание. Или, наоборот, когда у учеников не очень хорошие способности, какие-то способности западают, но он знает, как компенсировать определенным способом, наиболее оптимальным способом для него, руководствуясь которым может выполнить задание. Вот такие виды мотивации существуют, если их относить к нашему с вами предмету. И еще хотелось бы несколько слов, прежде чем берег практической части, сказать о факторах, которые влияют на формирование мотивации. Их достаточно много. И сегодня мы остановимся только на двух из них. Ну вот, например, планируемые результаты. А вы задайте себе вопрос, пожалуйста. Вот. Что бы вас порадовало? Или чему бы вы хотели, чтобы ваши ученики научились к концу начальной школы? Каких планируемых результатов, по вашему мнению, они бы достигли, и вы бы были этому рады? Это значит, вот, планируемые результаты, которые конкретизируются в конкретных целях. И это, этот фактор, очень серьезно влияет на формирование мотивации. Или специфика предмета. Одно дело, когда я изучаю иностранный язык, я изучаю какой-то предмет, я выхожу с урока, иду покупать мороженое, и мне то, что я узнал, арифметические действия на уроке математики, помогают мне купить мороженое. Это значит, выходя с урока, он попадает в ту среду, где то, чему он научился, можно использовать. Специфика нашего предмета заключается в том, что мы изучаем, мы преподаем или овладеваем иностранным языком в отсутствие естественной языковой среды. И, к сожалению, выйдя с урок иностранного языка, ученик попадает в среду родного языка. И вот между этими двумя предметами в плане развития положительной мотивации отношения к предмету существует большая разница. Конечно же, фактором, который влияет на формирование мотивации, являются субъектные особенности ученика. Какие у него способности? Как он умеет компенсировать недостаточно развитые способности, более развитыми способностями? Как считает он иностранный язык важным или неважным, все это субъектные особенности. И субъектные особенности учителя. Потому что от его особенностей зависит отношение детей к учителю. А вы знаете, в начальной школе учитель для младших школьников является очень авторитетным человеком. Но, наконец, условия обучения, они тоже влияют на формирование мотивации. Одно дело, если я работаю в классе, который разбит на группы, и у меня в классе 15 человек. Другое дело, если я работаю в классе, который не делится на группы, и там 28 человек. Конечно, условия совсем другие. Ну и, наконец, очень важным фактором является учебник, а точнее учебно-методический комплекс, по которому занимается класс вместе с учителем. Какая у этого учебно-методического комплекса иноязычная информационно-образовательная среда? Только печатные компоненты или есть электронные компоненты, которые расширяют значительным образом возможности печатных учебников? Есть ли задания, которые выводят учеников в открытое образовательное пространство, в сеть интернет и так далее? И каков компонентный состав УНК, с которым вы занимаетесь? Далее, содержание. Если оно соответствует возрастным особенностям учеников, то мотивацию поддерживать, конечно, проще. А если не соответствует возрастным особенностям или возрастным интересам, учителю это делать сложнее. Но и, наконец, самое, может быть, важное с авторской точки зрения, какие средства поддержания различных видов мотивации, о которых только что мы с вами говорили, авторы заложили в учебник. Вот сегодня я хотел бы говорить о двух факторах. О планируемых результатах, потому что цель определяет средства. Если я ставлю цель, где мотивационное обеспечение учебного процесса или формирование познавательного интереса к предмету не является главной, а как бы присутствует, но она как бы второстепенная и в целевых установках не звучит, или звучит, но не реализуется, это один результат. А если на первое место ставится развитие познавательного интереса и положительной мотивации отношения к предмету и к его дальнейшему изучению, это уже другой учебник. Главное, коллеги, сейчас я хотел бы обратить в наше внимание на один, на мой взгляд, очень важный момент. Так сложилось в практике преподавания, что приступая к изучению иностранного языка, многие авторские коллективы, может быть, учитывая ожидания родителей и исследуют традиции, на первое место ставят функцию практического овладения иностранным языком. И когда спрашиваешь учителя, вот к чему вы стремитесь, к чему вы, в первую очередь, хотите научить иностранному языку, какие планируемые результаты для себя ставите, говорят, ну вот, чтобы он овладел лексическими единицами вот everyday English, речевые функции, чтобы он познакомился с тремя-четырьмя видовыми формами английского языка, а чтобы он научился читать, ну и самое главное, чтобы он вот мог хотя бы в элементарной форме общаться. Уважаемые коллеги, ну давайте себе представим, что ученик успешно овладел всем тем, о чем я сейчас говорил. Тут возникает следующий вопрос. А где он это будет использовать? А если при этом он еще потерял интерес и мотивацию к дальнейшему овладению, если он еще начал сомневаться в своих способностях, может быть, это неадекватная цель, может быть, мы в погоне за практическим результатом не увидели главного. мы тоже задумывались над тем, какой же должен быть главный планируемый результат на выходе из начальной школы у наших учеников. И мы на этот вопрос для себя ответили очень просто. Мы будем очень рады, если в конце обучения в начальной школе ученик придет к двум важным для себя выводам. Иностранный язык очень интересный предмет, с его помощью я могу узнать много нового, полезного и интересного. Это первый был. И второй. Я способный, и я смогу обладать иностранным языком. По нашему мнению, это самая главная задача, которая должна определять все. посмотрите, чтобы ученик сказал, что иностранный язык очень интересный предмет, а с его помощью я могу узнать много нового, полезного, это значит, на каждом уроке он сталкивался с какими-то интересными, новыми для него фактами. А это значит, акцент должен быть сделан не на коммуникативную функцию, или которая чаще всего в начале обучения сводится к номинативной функции, к назывной функции, а к познавательной функции иностранного языка. А вот если проинтерпретировать что скрывается за вторым выводом, я способно и смогу владеть иностранным языком. Может ли прийти к такому выводу ученик, который плохо овладел тем материалом, которым надлежало владеть, обучаясь по конкретному учебнику. Он этим материалом должен владеть достаточно свободно, только тогда можно сказать я способный и смогу овладеть иностранным языком. Так вот я хочу сказать, если в качестве главных целей ставить вот эти два вывода, к которым ученик должен прийти, то практическая часть овладения или практическая цель овладения иностранным языком в начальной школе не страдает, и как мы видим дальше, даже выигрывает. Поэтому одна из особенностей нашего учебно-технического комплекта заключается в том, что мы в отличие от многих других авторских коллективов на первом году обучения, да вообще и в начальной школе, на первое место ставим некоммуникативную функцию языка, опознавательную. Вы знаете, что у любого языка есть три основные функции. Это коммуникативная, как средство межличностного общения или межкультурного общения. Это познавательная, это как средство мышления, средство, которое позволяет познавать мир, вербализовать его, но никогда иностранный язык выступает, как новое средство познания мира. номинативная, она связана со способностью языкового знака обозначать предметы. И номинативная функция была ярко выражена в учебниках, например, Анатолия Петровича Старкова, где был использован структурный подход. Вот эта номинативная функция отражалась в таких структурах. This is a table, this is a window, this is a blackboard, the blackboard и так далее. Но скажите, такая функция существует, и через эту функцию, через ловление этой функции, конечно, ребенок проходит, но он проходит в возрасте от трех до четырех лет, а затем эта функция, называние предметов, ему становится неинтересной. Ему более интересно узнавать что-то новое с помощью иностранного языка. А выделать речевыми функциями и так далее. Ну и аккумунитивные функции это средства сбора и хранения информации. Говорят, что язык это хранилище информации, но это действительно так, потому что мертвые языки пережили тех, кто говорил на этих языках, но при желании этим мертвым языком можно овладеть, потому что у языка есть аккумунитивная функция. так вот на наш взгляд акцент должен быть сделан учитывая возрастные особенности, учитывая отсутствие реальной потребности в общении у наших школьников на познавательную функцию иностранного языка. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но дальше я буду говорить о преимуществе такого подхода. И первая положительная возможность заключается в том, что опора на познавательные функции иностранного языка поможет разрешить противоречие между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного языка и отсутствием у младшего школьника реальной потребности и мотивации в владении иностранным языком. А вообще-то если говорить о том, какие виды мотивации надо использовать и какие виды мотивации надо сформировать ученика, чтобы у него было положительное отношение к иностранному языку и к его дальнейшему изучению в средней школе нужно позаботиться о четырех видах мотивации. Это опознавательная мотивация, о формировании знавательного интереса, это ассистативно-коммуникативная мотивация, мы ее упоминали, мотивация успеха или мотивация успешности и инструментальной мотивации. Сегодня речь пойдет только о первых двух видах мотивации, о том, как формировать познавательный интерес и какие средства заложены в УНК для вызова ассистативно-коммуникативной мотивации на уроках иностранного языка, то есть, что авторы заложили в учебник, какие средства для того, чтобы учитель мог использовать для возбуждения этих двух видов мотивации. если подойти к первокласснику и спросить, вот со второго класса ты приступишь к изучению иностранного языка, с интересом ты будешь это делать, будет ли тебе интересно? Они, как правило, говорят, да, интересно. Мы говорим, они приступают к изучению иностранного языка с интересом. Но это большая натяжка. они приступают с природным любопытством к новому. Вот новый предмет, что это за предмет, он всегда называют любопытством. А вот если это любопытство будет поддерживаться какими-то средствами, тогда у ученика может появиться заинтересованность. И если заинтересованность будет поддерживаться какими-то средствами, может возникнуть устойчивый интерес к предмету, который потом может перерасти в профессиональный интерес, и он будет интересоваться лингвистикой, станет филологом, переводчиком, учителем иностранного языка и так далее. И этот устойчивый интерес может перерасти к иностранному языку как средство удовлетворения потребностей в других сферах жизни. И то, и другое хорошо. Но тут вот возникает вопрос, как пробудить ученика интерес к иностранному языку в отсутствии естественной языковой среды. И как, какими средствами можно вызывать коммуникативную потребность, и как для этого моделировать условия на уроках для межкультурного общения. Сейчас я хотел бы остановиться на средствах познавательной мотивации. Первые средства это опора на познавательную функцию иностранного языка и познавательный социо-культурный аспект иноязычной культуры. Что это значит? Вот эту табличу я вам уже не один раз показывал, я на ней долго останавливаться не буду. Просто скажу, что содержанием иноязычного образования является иноязычная культура в четырех ее аспектах. Это воспитательный аспект, и здесь ставится задача, если обращаться к новым программам предметным, помочь ученикам осознать личностный смысл по владению иностранным языком. Это первая задача. Но эту задачу решить в начальной школе невозможно, она решается, ученик в полной мере создаёт личностный смысл нашего предмета в конце основной школы и главным образом в старшей школе. Ну и сформировать мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком это наша святая задача, потому что если это мы в начальной школе не сделаем, то вы же знаете, что иностранному языку научить нельзя, иностранному языку можно только научиться. Можно привести коня к реке, но его невозможно заставить пить моду. Поэтому вот в воспитательном аспекте ставятся такие две задачи. А я хотел бы обратить внимание на второе аспект неязычной культуры познавательной или социокультурной. И вот здесь стоят три очень важных задачи. Во-первых, это воспитание уважительного отношения к чужой культуре. Вы же не забываете, что мы готовим к межличностям общения, где в общении участвуют представители двух разных культур. И взаимопонимание будет достигнуть только тогда, когда эти два представителя разных культур относятся к культуре речевого партнера с уважением. Но это мало. Для межкультурного общения необходимо знание определенного набора фактов иностранной культуры, культуры страны, изучаемого языка, потому что без этого cultural background невозможно межличностное общение. Поэтому мы обязательно должны с самых первых уроков отбирать cultural items, факты культуры, которые совершенно необходимы или необходимы в первую очередь для межкультурного общения. Но еще одна задача очень важная – это более глубокое осознание родной культуры через контекст диалога с культурой страны или страны изучаемого языка. Далее есть развивающий аспект, где ставится задача выявлять и развивать языковые и чемуслительные способности, учить, учиться, развивать универсальные учебные действия специальные учебные умения, ну и тем самым на выходе подготовить ученика, развить ученика способность к само обучению. Ну и учебный аспект понятного обучения четырем вида мучевой деятельности, эту задачу никто никогда с нас не снимет, да и невозможность нет, потому что все другие аспекты межечной культуры реализуются через учебные и вот воспитательный и социокультурный аспект работы на достижение личностных результатов, развивающие преимущества на достижении метапредметных результатов, на учебные на достижении предметных результатов, если соотносить концепцию коммуникативного неязычного образования с новым образовательным стандартом. Значит, все эти аспекты, конечно, имеют равную значимость многоначальные ступени. Доминирующими должны быть, на мой взгляд, два – это познавательный социокультурный и развивающий. Вот, если вы откроете книгу для учителя, то в целых как раз вы имеете четыре аспекта. Во-первых, в месте познавательный аспект, развивающий на втором воспитательный и учебный аспект. если мы хотим сформировать познавательный интерес, это означает, что на каждом уроке ученик должен знакомиться с какими-то фактами культуры. На шестом, седьмом уроке, это партнер урок, ученики познакомятся с персонажами сказок, англоязычных сказок, с ангелином маусинг, с русскоязычными героями, не знай-ка его друзья, с героями мультфильмов Джерри, Дэйзи, затем особенности на английском языке сравнены с русским языком, со звуками, которых нет в русском языке, со словами, схожими по звучанию и значению в обеих языках. Но интернациональный лексик, на этом уроке там «балерина», «талентед», и другие слова. И с отличиями в передаче языка животных и звуков предметов. Они познакомятся со студией «Фури Артист», где это студия, где учатся подражать и передавать звуки звуки предметов и так далее. И вот на этом уроке ученики прибут к одному маленькому открытию. Они узнают, что оказывается английская собачка говорит не так, как русская. Если русская говорит «гагав», то английская говорит «балгав». А поросеночек русский говорит «хрю-хрю», английский «онг-онг». И они идут домой с вопросом, на который они должны попытаться ответить вместе с учениками, с родителями. А если встретится английская собачка и русская собачка, или английский поросеночек, русский поросеночек, они поймут друг друга или нет? Вот если мы не знаем языков друг друга, мы не поймем друг друга, мы поэтому люди изучают иностранный язык. И на следующем уроке мы должны найти ответ на этот вопрос. Одни говорят, вот папа с мамой считают, что иностранный язык, что они говорят одинаково, и поэтому поймут друг друга. Другие говорят, нет, не поймут, потому что они говорят по-разному, и кто же прав. И тут ученики узнают, что правы те, которые говорят, что поймут, потому что они говорят одинаково, а это мы, люди, слышим их по-разному. Почему? Потому что мы слышим их сквозь форматическую решетку, сквозь звуки родного языка, а они в разных языках разнятся. У нас есть звук р, поэтому по-разному звук хрю-хрю, в английском языке нет, но там есть звук н, и английский по-разному онк-онк. Вот такие маленькие открытия, они должны совершаться на каждом уроке, и поэтому цели совершенно конкретные ставятся в познавательном аспекте в целях каждому уроку. В тематических картах книги для учителя есть такой раздел Intercultural Awareness, где учителю четко указывается какими фактами культуры ученики должны овладеть при работе самыми в каждом цикле. Но здесь вы видите этот третий класс цикл Where are you from? I like my school with this intercultural awareness посмотрите вот эти реалии Primary School Secondary School Assembly International Education Week как она проходит в одной из английских школ и так далее. Поэтому факты культуры специально отобранные должны для учеников представлять интерес. И только за счет этого можно поддерживать познавательный интерес. Это очень важно. Есть еще одно средство, которое заложено в наших учебниках. Это стратегия культуры через язык и язык через культуру. Вот такая формула. Заметьте, не язык плюс культура, а язык через культуру, культура через язык. Как эта стратегия работает? Как эта стратегия работает? Я хотел бы остановиться на на конкретном уроке, но почему-то здесь, когда мы это транслируем, нет первого разворота. Но я напомню, что это урок из учебника второго класса. И начинается с того, что дети знакомятся с Питером Пеном, узнают, что он очень известный герой, его знают практически все дети англоязычных стран, и оказывается во многих местах в разных странах ему поставлены памятники. Они видят, как этот памятник выглядит, потому что там есть фотография, что изображено на этом памятнике. Затем они узнают, что памятники есть и другим сказочным героям, например, Элис и Вандерланд. И вот постепенно они приходят к родной культуре. вот видите, задание на этой страничке есть такое «Инье Калча». Видите, «Инье Калча». Скульптурно каких сказочных героев можно увидеть на Манежной площади в Москве, как бы вы рассказали о них своему зарубежному другу. Вот выполняют упражнения и домашнее задание, домашнее задание, вот видите, под номером 7. Какому герою из русской сказки вы хотели бы создать памятник и почему? и ученики выполняют это задание. Здесь вот видите, справа показаны сканы работ. Один из учеников поставил памятник или скульптуру царевной лягушки и разместил это в Санкт-Петербурге. А вот один мальчик поставил памятник коту Гафид и разместил это в Липецке и так далее. Вот эта стратегия, когда мы начинаем детей знакомить с фактом культуры страны или стран изучаемого языка и сразу начинается языковая обработка фактов культуры. Дети или слушают информацию, или читают, или они что-то записывают и постепенно мы приходим к родной культуре. То же самое, если говорить о уроке, который называется My hometown is special. Если мы хотим научить детей рассказывать о том городе или о том месте, в котором он живет, мы начинаем это с того, когда показываем, как это делают их зарубежные сверстники, почему они на основании чего считают свой город особенный, why they go in town is special. Затем идет серия упражнений, потом мы переходим к родной культуре, и вот здесь описывается город Липецк, Вика Стрельникова рассказывает, и потом уже ученики по аналогии должны рассказать о том месте, где они живут. Это вот и есть диалог культуры, и он должен происходить в принципе на каждом уроке, и рубрика «In your culture» у нас встречается, как правило, во второй половине каждого урока. следующее средство – это полеаспектный характер упражнений. Здесь тоже мне трудно показать, потому что первого разворота в этом уроке нет, и мы его здесь показать не можем. Но суть заключается в том, суть полеаспектного упражнения заключается в том, что оно не только чему-то обучает, но и знакомит учеников с фактом культуры, специально отобранным, интересным, значимым, репрезентативным. этот факт культуры используется с разными целями. Для того, чтобы не только ученик выполнял какое-то учебное задание, но одновременно с этим в каждом задании присутствует еще другой аспект. Развивается, например, мы учим читать по транскрипции, а одновременно имена героев, с которыми Питером Пен окажется на волшебном острове, а одновременно с совершенствованием навыков чтения по транскрипции они знакомятся с этими героями, потому что даны портреты. Если мы учим тренируемся в описании каких-то героев, черты характера, это учебный аспект, но здесь присутствует воспитательный аспект, например, с кем бы ты хотел поехать на волшебном острове, черты характера и плюс воспитательный аспект, а что такое добрый, что такое адли, что такое культ, что такое кьют, что стоит за каждым, за каждой чертой характера. Поэтому практически все у нас упражнения носят полиаспектный характер, когда мы стремились к тому, чтобы упражнение не только обучало, но сообщало какой-то интересный фактор, что он строится на практике культуры, воспитывало и развивало. И еще одно средство познавательной мотивации это организация обучения на основе диалога культур. Я вам сейчас продемонстрирую, быстро пролистаю участников диалога культур. Участники англоязычные, это представители детского пласта культуры англоязычных стран, и русскоязычные. Вот здесь вы видите квадратики, кружочки, галочки. Это означает, что вот эти персонажи встречаются на уроках по другим предметам, и у других авторов. Система замковая, это звездочка, в учебниках Горецкого из авторов это кружочек, вот это галочка, бундиниевых, там еще есть программы дошкольных оборудовательных учреждений. вы сами, я вам сейчас покажу, вы увидите и убедитесь, что здесь отобраны наиболее узнаваемые персонажи, из наиболее популярных произведений, многие из которых переведены или пересказаны на русском языке нашими известными писателями. И вот этих героев достаточно много, в том числе и русскоязычных героев, ведь проблема заключается в том, что мы сейчас имеем дело с учениками, которые плохо знают детскую литературу. Ученики приходят к нам очень разные во втором классе, те, которые посещали центры развития или были в дошкольных образовательных учреждениях, занимались по различным образовательным программам, Радуга, Солнышко и другие, а приходят дети из семьи, где они с этим не ознакомились, все они оказываются в одном классе. Поэтому для того, чтобы состоялся диалог культур, надо, чтобы дети что-то знали о своих любимых героях, известных персонажей детской литературы в родной культуре. И что-то о них могли, и что-то о них они могли сказать. И вот эти персонажи, в том числе персонажи народных сказок, герои телепередач и даже талисманы олимпийских, талисманщики олимпийских игр. Но я вам хочу сказать, что нам иногда говорят, а вот почему у вас в учебнике есть герои, незнакомые для детей, дети этих героев не знают. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы познакомить детей, а иногда и учителя, с самыми популярными, известными, репрезентативными героями, персонажами детской литературы, культуры англоязычных стран и организовать диалог между этими персонажами, и тогда, тогда детям будет интересно. Не надо всех именов запоминать. Эти имена персонажей отобраны не случайно, они выполняют очень многие функции, я о них на прошлом вебинаре говорил, что через имена собственные, как видите на слайде, осуществляются ознакомления с новыми звуками и тракционными знаками. Имена героев служат средством обучения чтения по транскрипции и правил чтения согласных букв, вот как вы видите на этой странице, и об этом я говорил на прошлом вебинаре. С помощью их происходит презентация новых литических единиц и грамматических явлений. С помощью героев реализуется воспитательный аспект, ученики оценивают черты характера героев, их поступки, учатся переживать героям, понимать их, помогать им и так далее. И наконец знакомство с представителями детской культуры англоязычных стран не только расширяет возможность более глубоко ознакомиться с детской культурой своего народа, но и расширяет их кругозор. И знакомство с героями детской культуры англоязычных стран способствует воспитанию интереса и положительному отношению к культуре других стран. Ну и еще несколько слов о тех средствах, которые вы здесь видите. Есть постоянная рубрика «In your country», я уже о ней говорил, есть лингвестонавические слова, есть электронные приложения, где есть лингвестонавический справочник, уже иллюстрированный, где есть рубрика «Постоянная это интересно», слайд-шоу, все это работает на познавательную мотивацию. Вот посмотрите, рубрика «In your culture» из «Рабочей тетради». Какая русская сказка по своему сюжету напоминает сказку о Золушке? Назовите главных героев этой сказки, какие они, кто из героев вам нравится, почему? Ставьте подходящие по смыслу слова. Вот эти слова, означающие чувство характера, дети проходили на уроке, а здесь вот они их используют, но уже соотнесенные с персонажами русской народной сказки и в элементарной форме учатся рассказать об этом произведении. Ну, инвестерномический словарь в каждом учебнике в конце он присутствует, а в электронном виде он еще и иллюстрирован. Есть очень интересная рубрика «Это интересно» во втором, третьем, четвертом, в третьем классе, для четвертого пока такого электронного приложения нет. Все это дается пока на русском языке. Но ученики с интересом работают с этой рубрикой, многие родители и учителя нам говорят, что они начинают читать там все подряд, так им интересно, и они хотят познакомиться. Вот этих статей там очень много. Следующее слайд-шоу. Это одно дело о чем-то говорить, а другое дело, когда дети сами видят парад. Это парад в честь Дня Благодарения, на котором присутствуют герои сказочные, которые попадают туда по желанию детей, дети описывают, почему тот или иной герой достоин быть на параде представлен и так далее. И вот такие огромные надувные игрушки проходят по главным улицам и так далее. Вот это слайд-шоу. И детям, конечно, гораздо интереснее, если такие слайд-шоу есть в электронном приложении, а не просто они об этом узнают. без зрительного ряда. Ну и наконец используются для формирования познавательного интереса малые литературные формы. Вот скороговорка здесь есть. Дети учатся читать согласные буквы по правилам и одновременно знакомятся со скороговорками, которые есть в английском языке. Вот здесь читают отрывок из стихотворения об ольфах и узнают имена некоторых помощников Деда Мороза или Санта Клауса в англоязычных странах. Или вот здесь загадка. То есть, конечно, решается учебная задача, но в то же время знакомятся с загадками и так далее. А теперь бы я хотел сказать несколько слов о другом виде мотивации и средствах ее вызова, которые наш авторский коллектив заложил в УМК. Во-первых, это подробный сценарий уроков с увлекательным сюжетом. У нас во втором классе не цикличная организация материала, а сюжетная. И тогда урок – это единица единой сюжетной линии, которая проходит в учебнике для учителя, она прописана в книге для учителя. В книге для учителя даны сценарии уроков с инструкциями, пояснениями для учителя. Я вам покрою одну страничку. Сюжеты разрабатывались с использованием аутентичных литературных произведений, популярных, я бы сказал, даже самых популярных среди сверстников англоязычных стран, использовались различные персонажи анимационных фильмов, телевизионных передач и так далее. Поэтому это не просто сюжет. Для учителя есть методические рекомендации, потому что, когда мы это все опробировали, нам некоторые учителя не имели вот этих методических рекомендаций и пояснений, а просто сам имели сами эти сценарии. Они говорили, вы знаете, здесь интересный сюжет, игра, бизнес-обучение, и они тогда мы пояснили, вот здесь видите, написано методическое пояснение, такие-то, вот здесь вот пишем для учителя формирование произносительных навыков, да, сюжет, да, игра, но это для ученика интересный сюжет, новый поворот, новую встречу с героями, которым они должны помочь, и так далее, а для учителя, если я говорю о плане учителя, это четкая технология формирования произносительных навыков, или лексических навыков, или грамматических навыков, и так далее, но почему сюжетная организация, потому что если ребенок попадает в интересный сюжет, где ему не просто что-то надо повторить за учителем, а надо повторить и помочь, тем самым помочь ученикам, или преднести правильный звук, написать за них письмо, потому что они еще не знают английского языка, а ученик уже знает, и так далее, и здесь надо понимать, что игровые мотивы очень сильны в это время, игровая деятельность еще присутствует у младших школьников, особенно второклассик, и я на прошлом семинаре оговорил о преимуществах сюжетной организации материала во втором классе. Материал разбит на два больших путешествий, когда ученики вместе с русскоязычными персонажами участвуют в параде в честь дня благодарения, и вторая половина, когда ученики вместе с Питером Пен, потерянными мальчишками и другими героями на сказочном волшебном острове. Следующее это экспозиции упражнения. Каждое упражнение у нас имеет какую-то экспозицию. И цель этой экспозиции как раз пояснить ученику, почему он сейчас это упражнение выполняет. Что интересного из этого упражнения он и знает. Иногда экспозицию к упражнению придумать не проще, чем разработать само упражнение. Поэтому если вы работаете по нашим учебникам, то экспозиция есть к каждому практически к упражнению. оно не только имеет задачу поставить заинтересовать ученика, зацепить, но иногда экспозиция к упражнению является еще и переходом к другому упражнению. Вот одна из экспозиций я вам покажу. Упражнение 4. В каждый день недели у феи генгинь было разное настроение, потому что она была очень маленькой и больше одного чувства в ней не помещалось. А понимаете, как она могла быть в разные дни недели. Еще одно средство интерактивный характер упражнений. Ученики общаются со своими британскими сверстниками, которые объясняют им традиции, обычаи в их странах. Это как бы одна линия. Вторая линия. Ученики общаются с персонажами. Какие персонажи? Персонажи из англоязычной литературы и из родной литературы. Затем они общаются с вымышленными героями, они придумывают себя любимого друга, наделяют его семьей и так далее. Вымышленного друга. И это нам с одной стороны дает возможность повторить литератические единицы в новых ситуациях, соблюдая принцип новизны. А с другой стороны и поддерживать вот эту активность, когда меняются вечерые партнеры, это тоже очень важно, значит, присутствует новизна и так далее. И еще в учебнике достаточно много игр. Вот во втором классе игр всего 54 игры, и вот среди этих игр есть например, семь игр, которые она называется «Делай, как я, знаки этой звуки». Четыре игры фолиа, тесто где мы развиваем звукоподражание, развиваем имитативные способности фонетический слух. Шесть игр бинго, но вы знаете, это как правило используется для формирования лексических навыков. Затем девять настольных игр, когда поле располагается или в учебнике, или в рабочей тетради три игры, пантонимы, пять игр «Угадайка», но еще пятнадцать других игр. В пятом классе, то есть в третьем классе игр уже поменьше, двадцать девять, потому что они стали взрослее, игровая деятельность начинает выходить на второй план, в четвертом классе вот двадцать игр. И кроме того, используются песни. двадцать шесть песен у нас во втором классе, в третьем пять, в четвертом классе. Вот игровая песенная деятельность тоже способствует вызову ситуативно-коммуникативной мотивации. Если какая-то игра, то естественно, естественно, даются подробные описания, эту игру организовать, как выявить победителя в книге для учителя. И наконец, еще одно средство вызвало ситуативно-коммуникативную мотивацию. Это особая организация коммуникативных упражнений. Что у нас сейчас происходит? Что показал опыт перехода на новые образовательные стандарты? И самые первые годы, когда мы стали приходить на урок, который уже считался не дополнительной образовательной услугой, а стоял в расписании, мы туда приходили с хорошо зарекомендовавшими нашими любимыми упражнениями, которые хорошо себя проявляют на старшей ступени или в основной школе, но не всегда адекватны для обучения в младшей школе. Я хотел бы сказать несколько слов о последнем средстве, которое об особенностях организации упражнений на начальной ступени урока. вот сейчас вы видите факторы организации упражнения. Факторы есть план учника, есть план учителя. На примере одного упражнения я хочу показать, потому что это очень важно, если мы неправильно организуем упражнения на начальной ступени, то это приводит к потере интереса учеников. вот план учителя. Учитель говорит ребята вы помогли русскоязычным героям попасть на парад. Они так понравились организаторам парада, что они их решили пригласить на рождественскую ёлку. Но туда они могут попасть, если ответят на вопросы злой ведьмы только вечер. О том, чем отличается празднование Рождества и Нового Года в англоязычных странах и в России. Ученики выполняют упражнения, находят эти различия, потом отвечают на вопросы этой злой ведьмы и на этом упражнении, как правило, если мы такое упражнение проводим в средней, а не в начальной школе, заканчивается. Вот смотрите, что он подъявляет экспозицию, вас героев пригласили на рождественскую ёлку, но они не могут попасть, если не найдут различия, не ответят на вопросы, а вы должны помочь найти эти различия, уметь назвать их на английском языке, и потом, если вы успешно ответите на эти вопросы, то получается, что учитель подъявляет экспозицию, ученик входит в ситуацию общения, затем ученик дает установку, найти эти различия, ученик понимает, нужно научиться назвать эти различия, и ответить на вопросы бабы и злой ведьмы. Вот здесь обычно упражнение заканчивается, но если мы работаем с малышами, нужно особое внимание обратить на коммуникативный результат и подчеркнуть, ребята, какие вы молодцы, вы справились с заданием, вы помогли нашим русскоязычным героям, и теперь они окажутся на новогодней елке. Вот если бы вы не знали английского языка, так как хотя бы вот сейчас вы его знаете, то герои в парад бы не попали. Так они постепенно осознают в каких ситуациях может использоваться язык, в чем его важность и так далее. Но вот весь этот сценарий прописан подробно в книге для учителя. К сожалению, я не могу я не могу открыть разворот рабочей тетради, который бы вам показал, как организуется это упражнение, где на левой стороне разворота это символы, обозначающие традиции празднования Рождества и Нового года в англоязычных странах, а справа в России. И вот ученики находят различия, потом отвечают на вопросы злой ведьмы, роль которой исполняет учитель. И тогда наступает тот результат, который необходимо конечно ученикам акцентировать, потому что эти коммуникативные результаты с одной стороны поддерживают мотивацию, а с другой стороны они являются мостиком к переходу к другому сюжету, потому что сейчас они окажутся на новогодней елке, и сюжет будет двигаться дальше. Уважаемые коллеги, я заканчиваю, я хотел бы вам сказать, что сегодня мы с вами говорили о средствах познавательной мотивации, они вот сейчас у вас на слайде, это опора на познавательную функцию, а не номинативную функцию, и на познавательные аспекты неязычной культуры, это стратегия язык через культуру, культура через язык, язык через культуру, а не язык, или не язык, плюс культура, это полиаспектный характер упражнений, упражнений, которые не только чему-то учат, но сообщают интересные факты культуры, развивают, воспитывают ученика, это организация обучения на основе диалога культур, что очень важно, это рубрика «Инью калчу», это лингвистонавический словарь, это малые литературные формы, вот это все в учебнике оказалось не случайно, мы ставили цель эти средства в учебник заложить, чтобы учитель мог их использовать, если даже учитель не присутствует на таком вебинаре, но он честно проходит и делает так, как все прописано в книге для учителя, момент обучения и момент формирования кулькативной мотивации наступает, если только учитель не индифферентен и не пофидист, учитель должен быть интересен для учеников, это необходимое требование для того, чтобы можно было использовать перечисленные средства. И мы с вами также познакомились со средствами вызова коммуникативной мотивации, это подробный сценарий уроков с увлекательным сюжетом, это экспозиции к упражнениям, это интерактивный характер упражнений, увлекающие ученика в диалог с сказочными персонажами, с британскими связниками, между собой, с вымышленными героями и так далее. И игровая деятельность, наконец, особая организация коммуникативных упражнений, на чём я закончил. И на следующем семинаре, который состоится у нас 20 декабря, мы продолжим разговор о средствах формирования мотивации, познавательного интереса, владения английским языком в начальной школе, и мы там поговорим ещё об одном средстве вызова ситуативной коммуникативной мотивации, через учёт личностных свойств ученика, через те педальки, на которые надо нажимать, чтобы ученика принялось желание с вами общаться. Это вот те ручейки, которые питают речевую деятельность, и они тоже есть в наших учебниках, мы хотим вам их показать. И ещё один вебинар, мы на него вас приглашаем, он состоится 22 декабря в 16.00 и там вещь пойдёт о новых ОМК нашего опросского коллектива для 10-го и 11-го классов. Спасибо вам за внимание, а теперь я попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы задавали. Что же всё-таки с экзаменом в 4-м классе? он во всех школах в этом году будет. Но вы знаете, я хочу понять, о чём идёт речь. Если вот эти проверочные работы, которые проходят в разных классах, это прерогативы министерства, они проводятся в регионах. а я, насколько я знаю, экзамен по иностранному языку не ходит в число обязательных, которые проводятся в тестовых форматах в школах. но в то же время образовательное учреждение может проводить контрольные работы, в том числе и в тестовых форматах, для того, чтобы определить уровень владения английским языком, насколько это соответствует требованиям примерной программы для начальной школы. Олеся Касаткина, на следующий год в первые классы будут набираться 22 человека, будут изделения на подгруппы. По новым САНПИНам ничего нет. Насколько я знаю, деление может происходить, и это решает школа, исходя из возможностей, которые есть, после 25 человек. Если 24 еще недельца, 25 уже должна делиться, и никаких препятствий для этого нет, школа, если есть возможность, должна это делать. Она может делиться на три группы. Все это зависит теперь от школы и муниципалитета. Эльмира Лашидова. Игра и сказка являются мотивацией в начальном звене. Какие еще интересные примеры можно рассмотреть? Ну, вы понимаете, вот те приемы или средства, о которых я говорил, они и есть средства вызова познавательной мотивации, познавательного интереса и ситуативно-коммуникативной мотивации. А этих интересов очень много в учебнике у нас. И если бы я их стал проводить, мы бы с вами наверное семинар бы не закончили до утра. Шогина Ирина. Хотелось бы узнать, обязательно в контрольных работах должны быть предусмотрены задания по высшему уровню. И где взять примеры этих заданий? Ну, если вы говорите о наших контрольных заданиях, которые разработаны для начальной школы и для основной школы, там деления на уровни нет. Потому что это у нас общеобразовательная школа. И там важно зафиксировать все ли ученики и насколько хорошо овладели программным материалом. И тесты построены таким образом, что показывают дифференциацию. в зависимости от количества баллов вы видите, кто овладел хорошо, кто отлично, кто хорошо, кто посредственно, а кто не овладел вовсе. Поэтому если говорить о заданиях по высшему уровню, они, конечно, у нас будут в учебниках для контрольных заданий четвертных, семестровых и годовых ВНК для 10-11 класса, у нас для этого в феврале, даже в январе будет проведен специальный семинар и вести его будет Ольга Викторовна Дуванова. Елена Потапова. Мой вопрос относится к сильным и слабым ученикам одной группы. Мне знакомы многие методы, но на практике зачастую приходится тормозить сильных, чтобы слабые совсем не отстали. Вот здесь возобновляет очень важный вопрос, связанный с индивидуализацией обучения. Конечно, никуда не водиться, когда мы должны тормозить сильных учеников из-за того, что в это время работаем со средними и слабыми. В это время ученики сильные должны выполнять задания повышенной сложности. И у нас запланирован на, скорее всего, тоже будет январь или начало февраля семинар по индивидуализации обучения я его буду вести и я буду показывать различные способы оказания помощи средним и слабым ученикам таким образом, чтобы при этом не страдали сильные ученики. Евгения Звонникова. Добрый день. Поскажите, пожалуйста, какие методики вы порекомендуете для измерения познавательных УД и коммуникативных УД обучающих? Спасибо. Ну, я бы вам порекомендовал те методики, которые описаны и были показаны в цикле вебинаров, которые проводились на платформе издательства просвещения. Их проводила профессор Логинова и Кавалера. вот там они говорили о тех средствах, которые можно использовать для замеры универсальных учебных действий. Мы тоже в конце этого года и в начале следующего года планируем провести серию вебинаров, чтобы можно было конкретно ответить на ваш вопрос, какие средства мы в учебнике будем предлагать или в дополнительных пособиях для замера познавательных УД, коммуникативных УД. И начнем мы с начальной школы. Этот вебинар у нас запланирован для проведения Ольги Викторовны Билановой. Наталья Пантелеимоновна. Как поддерживать мотивацию к изучению Е, если нет достойного учебника для студентов начального профессионального образования и среднего профессионального образования. А вы знаете, если вот те средства, хотя бы те средства, о которых я говорил, не заложены в учебнике, интерес и мотивацию поддерживать довольно сложно. Эти средства должны быть на уроке. Если они есть в учебнике, учителю проще, если нет этих средств, то учителю надо создавать самому. Любовь Кудрашова, есть ли пособие этой линии в качестве статора для первого класса? Пока нет, но это наша задача на ближайшее будущее. Мы хотим создать статор для нашей линии учебников, потому что об этом просят многие учителя из различных регионов. Уважаемые коллеги, больше у меня вопросов нет. Спасибо вам большое за внимание, будем рады видеть вас на наших семинарах ближайших и я желаю успехов вам и вашим ученикам. Если у вас какие-то появятся вопросы, если вы работаете по нашим учебникам, мы рады будем ответить на них, вы можете обращаться к нам по электронному адресу, который вы сейчас видите на экранах своих компьютеров. А также заходите за методической помощью на сайт интернет-поддержки нашей линии учебников, адрес который вы тоже видите на экране компьютера. Всего доброго, до свидания. До свидания.